Всем привет, с вами уникальный Ваня. Сегодня вторая часть моей истории заболевания растений и склероз. Поговорим о 2018 годе. В этом году все шло как обычно. Все нормально. Как-то я даже двигался. Но в мае 2018 года я снова свлек. Ну недельки на две. Снова откачался. Уже как-то сам. И тут я задумался. А ведь есть уколы. Может, если я от них отказывался, ну попробовать-то стоит. Тут изобретают плегриди какой-то. Который ставится раз в две недели. Чего не было в 2015 году. И к тому же я признал сам себе. Раз есть инвалидность, значит надо оформлять группу. До этого мне хотели поставить третью. Сейчас уже стало понятно поставить вторую. Там пенсия. Но надо было собирать документы. И кстати раз в год мне надо доказывать, что я не вылечил рассеянный склероз. Да. Такое законодательство. При этом официально считается, что он не лечится. С 2018 по 2019 год я занимался тем, что собирал документы. Наблюдал своего невролога. Начал делать бесплатное МРТ. Были ли у меня мысли о суициде? Естественно. Да и не один раз. Но мои мысли так и не были подкреплены действиями. В чем же причина? Мотивации не хватило? Наверное. Как-то я подумал, а вдруг жизнь длинная впереди. Побороться-то надо. Жизнь такая интересная штука оказывается. В 2019 году у меня не было сильных каких-то обострений. Но и ремиссии были так себе. Пришлось покупать инвалидную коляску. На нее еще надо было оформлять документы, поэтому сначала пришлось ее купить. Проверил коляску на тест-драйв по улице. Самостоятельно продвигаться нереально. В общем, понял. Надо всеми силами вставать и двигаться самостоятельно. Своими ногами. Только своими. Флебриди начали ставить уже в июле. А в августе я сел в коляску. А в сентябре уже встал. И начал ходить впоследствии только своими ногами. Флебриди, конечно, действительно. После него по МРТ у меня никаких обострений. А че не активны все. Три года длительной затяжной ремиссии. И вернемся к 2019 году. Вторая половина 2019 года, а именно осень, прошла просто на ура. А вот в 2020 году, я еще тогда этого не очень замечал, но начала усиливаться с пастика ног. Когда ты идешь, а колени твои сводят в зад. Самопроизвольно. Это очень сильный мышечный тонус. Чрезмерно сильный. Больше, чем надо. Чего раньше я не ощущал. Оно было. Но флебриди подкрепил эту спастику. Сейчас это моя основная проблема. Кстати. 2020 год. Полтора километра, два километра ухожу. Плаваю в бассейне. Тренажерный зал. Все как полагается. Только вот на велосипеде уже не могу ездить. В 2021 году, летом, я переболел коронавирусом, дельтой. После него у меня еще тимо усиливалась с пастика. Прям резко так. Осень 2021 года уже прошла не очень. В 2022 году все было еще интереснее. Январь, омикрон. Февраль, диспорт. Мне рекомендовали в больнице поставить этот препарат. Для того, чтобы пройти реабилитацию. Да, появляется программа реабилитации для больных рассеянным сколерозом. Это что-то новое. Я решил, надо пробовать. Надо. Новые возможности. Новые упражнения. Мы вернемся к теме февраля. Когда я поставил предварительно диспорт. Диспорт это типа ботокса. Обычно его ставят в глаза. Сюда куда-нибудь от морщин. А я поставил в ноги. Ставились обычно при ДЦП. Но порекомендовали и при рассеянном сколерозе. Диспорт должен был снизить. Вышеченный тонус, чтобы мне было легче ходить. Он его действительно снизил. Но. Но не там, где хотелось бы. А там, где хотелось бы, как раз совсем не снизил. На сегодняшний день. Я мало хожу по улице. Не более одного километра. Некоторые худеют к лету. А некоторые должны восстанавливать свои ноги. Я этим и займусь. Я сниму отдельное видео. Какие именно упражнения я делаю. Если вам понравилось видео. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. На этом. Я прощаюсь с вами. До следующего видео. Пока.